Оперативка, которая прошла в минувший понедельник в Белом доме башкирского правительства была на моей памяти самой короткой, хронологически короткой, и длилась всего-то 44 минуты. Не знаю, с чем связано такое сокращение хронометража, то ли говорить не о чем стало в Белом доме, то ли куда-то торопились, но в общем были чрезвычайно краткими. Во вступлении Радий Фаридович опять заговорил о подъеме башкирской промышленности, а именно о том, что индекс объема инвестиций в основной капитал в январе-декабре составил аж целых 105%. Об этом мы поговорим чуть позже, на эту тему залудили целый большой доклад, но также во вступлении Радий Фаридович отчитался уже об открытии, по крайней мере, техническом открытии госпиталя в Тоймазах и пообещал, что 25 марта будет открыт ковидный госпиталь в Сибае. Собственно, на этом вступительная часть оперативки закончилась и перешли к ритуальному набору вопросов. К моему великому удовольствию и удивлению очень динамично развивается наш телеграм-канал. Телеграм-канал наш называется так же, как и YouTube-канал «Открытая политика». Призываю всех подписываться на него, потому что это очень удобная штука. Там есть все наши видеосюжеты, там есть много интересных материалов, там есть еще и аудиоверсия каждого нашего обзора. Кроме того, конечно же, прошу ставить лайки под этим видео. Мы очень благодарны тем, кто продолжает помогать нашему каналу. Напоминаю, что помочь ему можно теперь только единственным образом, это перечислять денежные средства с пометкой «Пожертвование» на тот расчетный счет, который мы демонстрируем в каждом нашем видеоролике и в первом комментарии под видео. Другого пути сейчас нет. К сожалению, монетизация на YouTube закрыта. И очень многие YouTube-каналы от этого сильно страдают, потому что производство роликов все равно требует определенных средств, средств немалых. Так что еще раз повторюсь, мы очень благодарны тем, кто находит в себе силы и средства помогать нашему каналу. Несмотря на утерю интереса к ковидной тематике и переключению на тематику украинскую, все равно еще ковидный вопрос у нас в повестке дня. Максим Васильевич Забелин рассказал нам о том, что за все время пандемии в Башкирии переболело ковидом 262 тысячи человек. И, кстати говоря, прямо сейчас болеют 28 тысяч человек в основном дома. Суточный прирост заболеваемости составил 1700 человек, что тоже очень много. Вспомните, совсем недавно, еще полгода назад, мы ужасались цифре в 500. 8 человек в сутки умерло от ковида. В общем, картинка-то, конечно, прямо скажем, не самая благостная. Однако, как ни странно, и как мы узнаем чуть позже, власти Башкортостана, да и в целом власти России ведут разговор о том, что все, ковида у нас больше нет, проблема это не проблема, и, в общем-то, можно о ней не думать. И для этого есть абсолютно немедицинские причины. Мы это обсудим. По поводу вакцинации, Забелин утверждает, что он вакцинировал более 100 плановых процентов в республике Башкортостан, 2 миллиона 491 тысяча человек привито от ковида-19, это 80 процентов взрослого населения республики Башкортостан. То есть, ну, так-то оно так, конечно, на цифрах это так, но не берусь утверждать, насколько это достоверно с точки зрения покупных, непокупных сертификатов, да и интересовать они кого-то уже толком перестали. Далее привычно обсудили ситуацию в ЖКХ на дорогах ИЧС. Елена Александровна Голованова, замещавшая в этот раз господин Морзаева, сообщила о том, что в Багдаде неизменно все спокойно, дороги убираются и всего дважды отключались хоть сколько-нибудь важные ресурсы по республике Башкортостан. В общем, проблем никаких нет. Права она или нет, в этот раз выяснить я не могу. У нас не было никаких сигналов о том, что что-то существенно отключилось или сломалось на минувшей неделе. Господин Булышев рассказал нам о том, что он уже обнаружил 4600 дефектов дорог, да и почти все их уже устранил. Вот такой молодец у нас, Александр Владимирович, он бежит впереди паровоза и скоро договорится до того, что у нас дороги и так хорошие, и что их ремонтировать. Также рассказал нам какую-то странную, путанную историю министра транспорта и дорожного строительства о том, что прозвучало три сообщения о возможном вмешательстве в полет авиасудна, что бы это ни значило. Один из самолетов, о которых шла речь, летел из Москвы в Уфу и экстренно приземлился в Казани, но пока вся эта история покрыта мраком тайны. В рамках этого же три единого вопроса обсудили ситуацию с оставшимися за рубежом башкирскими туристами. По отчету Маргариты Булочевой за рубежом на данный момент остался 81 человек, из которого 31 это турист, самостоятельный турист, так называемые дикари, и еще 100 человек сидят в Хургаде. Почему-то Маргарита Булочева разделила вот этих вот сидящих в Хургаде и остальных 81 за границей. Непонятно, то ли Хургада уже не за границей, то ли все там как-то по-другому. Но в общем вот, порядка 200 человек на самом деле находятся за границей. Кто-то из них испытывает проблемы с возвратом в Россию, кто-то не собирается возвращаться. Но в общем, вот этот штаб своих не бросаем. завершает, я так понимаю, свою работу, потому что в ближайшее время выездов за рубеж по крайней мере массово не предвидится, да и вообще, по-моему, заграничный туризм в этой стране уже заканчивается. Третьим вопросом повестки дня был доклад как раз-таки о тех самых странных и не до конца понятных экономических достижениях, которые провозгласил Хабиров во вступлении кооперативки. Доклад этот назывался так «Об итогах инвестиционной деятельности в 2021 году и задачах на текущий год в условиях ужесточения санкционного давления». Доклад делал вице-премьер правительства, курирующий экономический блок Муратов Рустам Хамитович. Собственно, доклад, конечно, звучал, прямо скажем, грандиозно. По инвестициям в основной капитал Башкортостан занимает 11-е место в Российской Федерации и второе место в ПФО. Уступаем мы, как обычно, только Татарстану. Прирост инвестиций в основной капитал предприятий в Башкортостане составил 31% за три года. Это очень много. Общая сумма инвестиций в основной капитал в 2021 году составила 419 миллиардов рублей. Хабиров почему-то отметил, что это какой-то рекорд и мы где-то там какую-то психологическую отметку перешагнули в 400 миллиардов рублей. Непонятно, кто это установил отметку, но справедливости ради надо отметить, что были года и более урожайные. При Хамитове был год, когда инвестиции в основной капитал составляли 460 миллиардов рублей и это были немножко другие рубли с точки зрения долларового эквивалента. То есть сказать, что это абсолютный рекорд и исторический рекорд конечно нельзя, но действительно цифра внушает. Прирост составил 5,1% к 2020 году и вот эту цифру я бы конечно не стал бы выпячивать, потому что мы помним, что 2020 год это год катастрофы в общем-то для экономики связанной с ковидом, так что тут наверное нельзя к этому году привязывать статистические данные. А господин Муратов уточнил в каких отраслях промышленности Республики Башкортостан наблюдается вот этот вот бум инвестиций. Собственно речь идет о добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, строительстве, водоснабжении, отведении, утилизации отходов, ремонте транспорта и торговле. Ну в общем-то достаточно понятный и наверное стандартный набор отраслей, куда были инвестированы деньги. Напомню, что речь идет все-таки об инвестициях в основной капитал, то есть как говорил Карл Маркс в средства производства, то есть это такие самые настоящие как бы инвестиции. Однако есть и конечно и повод для беспокойства. Мы конечно сейчас к этому перейдем и обсудим как оно на самом деле выглядит. Как говорил мой один знакомый бизнесмен во время переговоров, ну мы с вами обо всем договорились, а сейчас я дам слово моему бухгалтеру и он расскажет как все будет на самом деле. То есть примерно так. Конечно за вот этими вот замечательными победными цифрами кроется очень много вопросов, но начнем с того, что общий инвестпортфель по словам все того же Муратова составляет аж целых 1,3 триллиона рублей. И это 1790 инвестпроектов. Из них есть 280 крупных инвестпроектов, которые как бы в себе содержат основную сумму этих инвестиций 935 миллиардов. Так вот только 20% из этих инвестпроектов находятся в стадии завершения или завершены. И именно тот факт, что 80% инвестпроектов находятся в стадии либо начальной либо серединной, внушают те самые беспокойства. Потому что, наверное, КОЗЕ понятно, а уж тем более понятно вице-премьеру по экономике Муратову, что абсолютное большинство инвестпроектов вообще в этой стране сейчас находятся под вопросом. Удастся ли удержать инвестора и хватит ли у этого инвестора интереса к продолжению деятельности непонятно. Абсолютно соглашусь с господином Муратовым в том, что главной задачей для инвестиционного блока правительства сейчас является именно удержание инвесторов и создание для них лучших условий. Будут ли они лучшими в России или хотя бы в ПФО или как это уж получится. но я например не знаю что мы можем сейчас предложить на фоне последних событий инвестору такого чтобы он сказал ну ладно я остаюсь. Пожалуй что итоги 2021 года это конечно очень здорово хорошо и показательно но понимая что Владимир Владимирович Путин решительным движением опрокинул доску с фигурами и в общем-то полностью смешал и отменил те правила по которым мы жили еще буквально три недели назад понимая это мы должны понимать и то что как бы инвестиционный климат теперь вообще это не климат а скорее какая-то безжизненная пустыня и нужно отвечать на несколько вопросов первый вопрос это достаточно ли у инвестора собственных средств на продолжение проекта потому что ну на кредитные средства мы точно рассчитывать теперь уже нельзя каков был объем иностранных инвестиций среди вот этих 1790 проектов которые упомянул господин Муратов мы понимаем что иностранных инвестиций больше в этой стране не будет сколько на данный момент уже ушло инвесторов хотелось бы узнать потому что мы в целом то услышали замечательный доклад но это был доклад из прошлого доклад о той жизни которой больше у нас нет так что ну пожалуй что нужно актуализировать вот эти вот вопросы ну и как уж поступят там западными инвесторами мы примерно стали понимать не так давно Владимир Владимирович Путин буквально на днях одобрил инициативу господина Турчака председателя исполкома единой России инициативу о том что нужно отбирать имущество тех предприятий иностранных инвесторов которые значит условно говоря уходят с рынка России ну такой прямо скажем подход не столько Турчака сколько матроса Железняка в том смысле что конфискация изъятия имущества это что-то такое совсем уже из каких-то вот фильмов о революции там о 17-м годе когда у проклятых буржуев чего-то там изымали отнимали и обдирали золотые оклады икон в церквях ну вот для меня это именно так ассоциируется но господин Турчаку конфискация оказалась вполне себе современным способом ведения экономической деятельности а тот факт что Путин санкционировал изъятие самолетов которые находились в лизинге и по сути перевод их в российскую юрисдикцию отказ вернуть их и платить по долгам ну пожалуй что окончательно подтверждает что судьба строптивых и несогласных на его условия инвесторов в России понятно так что вот к чему я собственно говорю в контексте республики Башкортостан мы наверное должны отдавать себе отчет о том что никаких иностранных инвесторов больше нам здесь не удастся увидеть рассчитываем только на своих а вот к своим те вопросы есть ли у них запасы есть ли у них деньги и самое главное а хотят ли они вкладывать в национальную экономику деньги как бы ну учитывая все вот эти вот турбулентности совершенно ужасные обстоятельства четвертым вопросом оперативного совещания был совершенно восхитительный вопрос о деятельности межведомственной комиссии по вопросам недропользования в районах Башкирского заурали делал этот доклад вовсе почему-то не министр экологии и природопользования а почему-то делал вице-премьер правительства Барданов Азад Шамильевич в этот раз он отчего-то делал доклад на русском языке хотя обычно он его делает на башкирском языке ну вот так вот пошло вообще конечно мы подзабыли о том что еще прошлым летом Хабиров отправил Барданова и компанию наводить порядок на приисках зауралия речь идет о золотых приисках и добыча природного камня и всякого разного песка в этом регионе и вот с тех пор комиссия там значит шуровала по этому зауралию чем собственно все закончилось Азад Шамильевич мужчина судя по всему совсем слабого интеллекта потому что по сути он сделал не доклад а явку с повинной рассказав нам о том что ему удалось за эти полгода сформировать реестр карьеров в которые вошли 355 карьеров из которых 96 заброшенных он упомянул о том что нужно бы делать рекультивацию этих карьеров заброшенных и он даже уже подал в суд на 10 компаний которые бросили вот эти 96 карьеров однако дальше он перешел к главному по сути он нам сам признался в том что недропользователи сейчас по всему зауралию принуждают не только оплачивать положенные по закону платежи за недропользование то есть у нас в России все-таки существует достаточно сложившаяся система и условия того на каких условиях и по каким правилам предприятие например может пользоваться общераспространенными полезными ископаемым речь идет о песке гравии глине и так далее то есть нужно оплатить лицензию получить ее внести определенные платежи платить за нанесенный природе ущерб все это уже уложено в какие-то законодательные подзаконные акты то есть это все очень понятно так вот господин Бодранов собственно поехал туда в заурале для чего для того чтобы плюс к этому всему принудить этих недропользователей оплачивать какие-то совершенно непонятные как он выразился типовые договора социально-экономического развития муниципалитетов то есть ну тем самым ну тут уже наверное даже ни у кого вопросов не возникнет даже у самых дремучих экономистов что тем самым господин Бодранов удорожил продукцию вот этих вот предприятий увеличил их стоимость потому что он обложил дополнительным налогом эти предприятия причем я так понимаю что объем размера и порядок вот этого социально-экономического развития которое теперь возлагается на предприятия этот объем он определялся непосредственно самим Бордановым то есть он приезжал смотрел так вот у вас машина подороже вы значит побольше будете социально-экономический вклад делать в копилку района вы нам значит выглядите победнее вы поменьше да а про вас я тоже очень много чего знаю вы вообще нам тут должны сильно то есть на мой взгляд это выглядело и прозвучало исключительно как какой-то ну я не знаю пиратство грабеж рэкет сложно подобрать для этого пристойное название ну то есть не называя это пока еще уголовным преступлением то есть это наверное только правоохранительные органы могут в этом обвинить Борданова и его комиссию но то как он описал как это работает то есть он приезжает и решает сколько еще предприятия недропользователь должно платить району просто так потому что так хочется и так считается правильным господином Бордановым то есть закон не устанавливает никаких дополнительных договоров социально-экономического развития для недропользователей и только в Башкортостане вот Борданов и его комиссия значит придумала такую форму ну то есть вот он просто в этом признался сделав вот этот доклад ну дальше он рассказал нам о том что он приостановил деятельность четырех компаний которые значит непозволительным образом добывали что-то там нанял маркшейдеров для учета объемов добываемых полезных ископаемых и так далее и так далее в целом же то что господин Борданов совершил в Заурале можно проиллюстрировать очень простыми цифрами всего было 39 лицензий у 22 организаций реально работали 12 лицензий так вот в процессе своей деятельности господин Борданов и его комиссия отозвали 18 лицензий то есть Борданов и компания полностью разгромили и парализовали эту отрасль которая работает в Заурале но как говорится свято место пусто не бывает и соответственно теперь они видимо просто отобрав эти лицензии начнут их выдавать заново но как я полагаю тем кто им шире улыбается больше платит или делает это все на условиях господин Борданов я не понимаю где здесь законодательный подоплек или хоть какая-нибудь законность вообще Хабиров посылает в регион туда за Урале вот этого Борданова с комиссией и устанавливает новые правила недропользования это какой-то прецедент для Российской Федерации вообще-то эти правила едины везде и они разработаны и работают но Хабиров полагает что недостаточно платят те кто платит положенные платежи и теперь они должны еще платить сверху и самое возмутительное что организация этого процесса никак не нормализована никак не регламентирована она идет на усмотрение вот этого Борданова вот по сути потому что нет никаких нормативов нет никаких как бы понятных правил то есть ты нам дорогу оплатишь ты нам дом в голове построишь ты там к детскому саду крыльцо приделаешь то есть вот примерно так в ручном режиме и на мое усмотрение так вот это выглядит но сами знаете там где усмотрение чиновника в России там и коррупция там и откаты и там всевозможные вот эти злоупотребления во всех возможных формах какие мы только изобрели так что доклад господин Борданова не вызвал ничего кроме удивления и на мой взгляд уверенности в том что люди не понимают как устроена экономика и как она работает и еще раз повторю своими действиями Борданов и его комиссия сделали результаты деятельности недропользователей в Заурале только дороже а значит неконкурентоспособнее ну вот собственно наверное самый яркий пример того как относится к экономике в команде Хабирова пятым вопросом оперативного совещания был самый смешной вопрос и самый смешной доклад делала его в этот раз Ленара Хакимовна Иванова давненько мы ее не видели на трибуне и рассказала нам об адресной помощи на основе социального контракта она как-то действительно почти год назад рассказывала эту историю это такая странная новая форма социальной помощи в Российской Федерации когда там заключается какой-то контракт и какие-то деньги платятся людям за то что они например ищут работу или занимаются предпринимательством в общем вот такая вот форма сейчас во прошествии года Ленара Хакимовна уже отчиталась о том как у нее это стало работать однако предварила свой доклад Ленара Хакимовна совершенно смехотворным заявлением о том что Владимир Владимирович Путин поставил перед ней Ивановой и автоматически перед Хабировым задачу к 2030 году вдвое снизить бедность Башкортостана собственно время еще есть да где будут к 30-му году сама Иванова Хабиров и даже Путин нам доподлинно неизвестно нам известно что к 30-му году Владимиру Владимировичу Путину будет уже 78 лет и вполне возможно что он и не вспомнит о своем поручении который давал в далеком 2021 году Ивановой в общем но тем не менее задача стоит что же делает в рамках вот этих социальных контрактов госпожа Иванова она в общем-то разделила на три таких вот основных вида взаимодействия с попавшими в трудное социальное положение гражданами три разновидности это поиск работы организация предпринимательской деятельности вот этими безработными и маргинализированными элементами и ведение подсобного хозяйства поиск работы он как бы силами министерства Ивановой совершается значит и подбирают и ищут работу этому клиенту и находит и он там дальше работает ну собственно в этом заключается ее деятельность предпринимательство это когда этот клиент пишет какой-то там бизнес план его обсуждают утверждают и ему выделяют помощь причем до 250 тысяч рублей на каждого то есть вот на базе этого капитала этот человек начинает предпринимательствовать мы должны понять что речь идет о людях которые дошли до крайней степени нужды которые как правило не имеют более или менее внятного образования или квалификации и соответственно ну на мой взгляд изначально непригодны ни для какого предпринимательства ну ввиду своих своей кондиции квалификации но тем не менее вот так вот устроено у Ленара Хакимовна она выделяет из бюджета вот этой проекта аж 250 тысяч рублей всем желающим сколько всего случилось этих контрактов за год но в 21 году у нее случилось аж 1088 вот таких вот контрактов предпринимателей то есть людей попавших в трудное в трудное социальное положение оставшихся совсем без доходов она облагодетельствовала таким вот образом вообще дальше мы перейдем сейчас к деньгам и количеству и станет понятно в общей сложности ей удалось повзаимодействовать с 5102 бедолагами попавшими в трудную жизненную ситуацию каков процент успеха непонятно но зато понятно что Ленара Хакимовна за это время героически освоила полностью освоила как она подчеркнула 428 миллионов рублей вот на эту вот возню под названием социальный контракт Ленара Хакимовна умудрилась истратить аж почти полмиллиарда рублей и это при том что ее министерство еще и финансируется с точки зрения функционала это только на этот проект то есть в среднем на одного человека которого она спасала от бедности уходило 393 тысяч рублей вот эту цифру нужно запомнить при том что максимальная выплата по этим контрактам всего 250 тысяч рублей своим достижением вот прямо достижением Ленара Хакимовна считает что у некоторых ее подопечных вырос подушевой доход в семье с 5000 рублей до 8000 рублей то есть по 3000 100 месяцев могла Ленара Хакимовна даже не 100 а почти 400 месяцев просто выдавать им по 3000 рублей из своего бюджета вот этого проекта и ничего не делать почти 400 месяцев ну ладно значит вот достижение да также Ленара Хакимовна привела и живые примеры своих достижений вот резида из города Бирска на деньги которые выделила значит Ленара Хакимовна купила корову и теперь резида получает ежемесячно 5-6 тысяч рублей дополнительных доходов но елки-маталки вот эти 393 тысячи которые Ленара Хакимовна истратила на каждого как она по крайней мере утверждает что истратила своего подопечного хватило бы разделив их на 5000 на срок существенно превышающий срок жизни вообще любой коровы то есть мы здесь видим абсолютно яркий пример как чиновничья машина как вот это вот бессмысленное ведомство Ивановой перемололо переварило полмиллиарда рублей превратив эти полмиллиарда просто в доклад вот сейчас она нам рассказывает байки как резида из Бирска купила корову а какая-то еще другая резида она там какие-то тапочки где-то шьет из войлока и тоже получает дополнительные 2 или 3 тысячи дохода значит для себя но Ленара Хакимовна истратила на это все полмиллиарда в общем не знаю как здравые люди воспринимают деятельность госпожи Ивановой по-моему нужно уже ну очень плотно с калькуляторами и наручниками правоохранительным органам начинать заниматься вот этой фабрикой по перевариванию государственных бюджетных денег и превращение их вот в подобные доклады ну Хабиров как-то выслушал Иванову видимо нужно было этот доклад выслушать о том что вот видите ли она за год истратив полмиллиарда рублей трудоустроила 1400 человек ну Хабиров так безучастно сказал что это вот особенно важная история сейчас это становится все актуально вот там безработицы надвигающиеся в общем конечно отпустили с миром Иванова но надеюсь что в ближайшее время закончилась это вот вакханалия с подобными проектами выбрасыванием на мой взгляд денег на ветер надеюсь что в будущем мы как-то иначе будем подходить к вопросу безработицы и социальной поддержки населения завершение оперативного совещания было достаточно ярким и информативным Хабиров сообщил нам что 18 марта отправится второй гум-конвой в ЛНР и ДНР нам уже становится совершенно очевидно что помощь братскому народу Донецка становится приоритетом вообще в деятельности Радио Фаритовича забавно отметить если кому-то конечно еще смешно что в рамках второго гуманитарного конвоя для братской Донецкой республики мы отправляем 75 тонн вот того самого пресловутого сахара нам не жалко для донецких шахтеров нам никак не жалко сахара не беда что он пропал во многих магазинах Башкортостана но жизнь луганских и донецких сепаратистов должна быть максимально сладкой также Хабиров сообщил о том что республика должна готовиться к приему беженцев из ЛНР и ДНР причем как он выразился приедут они или не приедут судя по всему Хабиров уже боится сглазить а то в прошлый раз он распахнул широко свои объятия а в эти объятия почему-то никто не кинулся посмотрим приедут ли к нам беженцы из ЛНР и ДНР их по крайней мере распределил к нам федеральный штаб я повторю что отношусь с очень большой настороженностью к появлению в нашем регионе этих людей хотя бы потому что они сами по себе небезопасны и они не граждане России и они в основной своей массе конечно я вообще не знаю чем это все может быть для нас чревато но по крайней мере не мешало бы быть на стороже а дальше Хабиров заговорил о вообще очень любопытной вещи процитирую его дословно чтобы вот передать атмосферу этой фразы ко мне обратились известные люди Павел Качкаев Эльвира Айткулова Римма Утяшева и Талгат Тажудин с предложением провести какие-то общественные мероприятия по консолидации нашего общества конец цитаты как стало известно чуть позже речь идет вот о чем по всей стране принято решение что необходимо продемонстрировать всенародную и всемирную поддержку действий Владимира Владимировича Путина потому что появились обоснованные сомнения в том что поддерживает ли народ а у нас когда сомневаются в поддержке народа всегда проводят митинги то есть помните когда с выборами как-то было не здорово что-то там как-то усомнились решили провести духоподъемные мероприятия собрали всех на площади раздали флаги согнали бюджетников там УМПО работники все по списку кричат ура ура и разошлись по домам ну этого было достаточно для того чтобы продемонстрировать всемирную поддержку например там каких-то результатов выборов сейчас дело более серьезное сейчас нужно всему миру и самим себе самое главное доказать что мы полностью и всемирно поддерживаем действия Владимира Владимировича Путина вот эти вот уважаемые люди я бы сказал лучшие люди как в том замечательном фильме Качкаев Эйткулова Утяшева Тажидин и кто-то еще они вот обратились к Хабирову с этим вопросом Хабиров тут же намекнул что буквально вот скоро на днях мы проведем штаб по ковиду давненько мы его не проводили и так далее ну стало понятно что этот штаб будет проведен для того чтобы отменить ковидное ограничение чтобы дать зеленый свет вот этим вот митингам и массовым мероприятиям в Москве отменили масочный режим Собянин буквально вчера это сделал в Чечне это сделали парой тройкой дней раньше в общем дело идет вот к этим массовым митингам в поддержку Владимира Путина однако ближе к вечеру вчера стало известно что Роскомнадзор по республике Башкортостан пока не снимает ограничения вернемся к началу обзора вот этой оперативки и мы должны помнить 1700 человек в день заболевает ковидом 28 тысяч человек на данный момент болеют ковидом в республике Башкортостан шестеро умерло в предыдущие сутки 1700 человек прирост за сутки заболеваемости о каком конце пандемии идет речь о каком снятии ограничений идет речь о каких митингах в поддержку даже пускай даже самого Владимира Владимировича идет речь так что сейчас вот как-то весы уравновесились я не знаю как будет завтра возможно позвонят из Кремля и крикнут на Хабирова и скажут что ну-ка ради Фаридовича ковид кончился начались митинги особенно забавно будет наблюдать в этой ситуации как бы как же власти будут выкручиваться митинг в пользу Путина конечно разрешат а митинг против Баш-РТС а митинг обманутых дольщиков а еще какие-нибудь не дай бог антивоенные митинги это тоже разрешат или ковидные ограничения будут действовать исключительно по политическому принципу не знаю в общем в очень трудной ситуации оказался Хабиров сейчас к моему удивлению пока он не торопится вот эту инициативу лучших людей республики поддержать того и гляди будет записано в диссиденты но боюсь что конечно сломают его к четвергу и в ближайшую неделю мы увидим массовую поддержку башкортостанцев Владимира Владимировича Путина абсолютную всенародную поддержку на митинги с флагами и транспарантами но если это случится мы об этом обязательно поговорим потому что у меня на сей счет есть некоторые интересные мысли и посмотрим как эти митинги будут организованы как эта всенародная поддержка Путина будет проявлена в республике Башкортостан «Башкортостан» паутстан» «Башкортостан» «Башкортостан» поцентрирует 10 лет